Валентина Николаевна, вы слышите меня? Валентина Николаевна? Алло? Да? Вы слышите меня? Слушай, слушаю. Значит, давайте немножко побыстрее, потому что там еще один звонок висит, такой срочный. Ага, я быстро сейчас скажу. Вы мне сказали про эти пропятные, это ничего? Про что? Что у меня на руках появляются такие как... Вы знаете, что, к сожалению, это вот проблема, с которой мы не справимся, поэтому просто наплюйте на них и забудьте. Вообще не надо, да? Да, вы забудьте, это не патология, это возрастные изменения, то, что называется. Ага. К сожалению, понимаете, мы не делали некоторых вещей по молодости, лет, не зная об этом, а в результате мы получаем вот такую пигментацию. Иногда ее называют возрастной, мягко выражается. Ага. Ну, теперь, значит, я уже сказали, вы мне для... Для дедушки, дюфалак. Да, сказали. Да. И теперь у него еще очень часто сердцебиение бывает. Ни с того, ни сего. Понятно. Я понимаю, да. Это, извините, к доктору. Вот тут я давать вам какие-либо рекомендации не буду. Не потому что, а потому что я просто-напросто могу, ну, как бы вот эту ситуацию не разобраться в ней, довольно подчеркнуть. Поэтому нельзя к доктору. Ага, к доктору. Ну, доктору ходили, и кардиограмму сделали, и говорит, вот раз мне, а это, говорит, так. Ну, вы знаете что, давайте мы вначале сделаем вот то, о чем я хочу вам сказать, ладно? Хорошо. Вот что касается кишечника, потому что эти сердцебиения, кстати, могут от того, что кишечник не работает, и нормальной детоксикации не происходит, очищение организма от остатков. Ага. И поэтому дюфалак вечером. Так. Ну, там написано, там есть такой-то колпачок с делениями, сколько надо, по 30 миллиграмм, 30 миллиграмм. Все понятно. Значит, вечером перед сном, через час после еды, через час после еды. Угу. Так, если утром стула нет, значит, за 20 минут до завтрака, 20-25 минут до завтрака снова дюфалак. Понятно. Значит, 10 дней подряд. Понятно. Если утром стул есть, соответственно, дюфалак не принимаете, только вечером. Хорошо. Значит, обязательно дедушку кормить отрубями. Два-три раза в день, между едой. Хорошо. Значит, заливать можно кефирчиком, можно водичкой просто, можно каким-нибудь соком, неважно. Дать разбухнуть отрубям, и эти две столовых ложки отрубей надо обязательно, чтобы он съедал. Хорошо. Спасибо вам огромное. Значит, секунду, секунду, и еще один момент, и еще один момент. Раз в неделю, раз в неделю купить в аптеке соль, магнезий, соль. Соль, магнезий, да. Есть магнезия в ампулах, раствор. Вот, лучше соль. Значит, раз в неделю, найдите один день, чтобы это было в один день. Дедушке надо делать вот что. Эту столовую ложку соли, магнезий, это горько, неприятно, но уж ничего, мужик справится. Вот в таком количестве воды, вот две трети стакана комнатной температуры, тепловатый. Значит, растворить, и чтобы он выпил. После того, как он выпил эту соль, надо много пить воды. Все ясно. Ничего не кушать. Понятно. Четыре часа. Понятно. Ничего не кушать, должен быть стул, обязательно. Угу. Если стул не появляется, через два часа одну таблеточку ножпы. Все ясно. Понятно? Все понятно. Раз в неделю, вот весь этот режим в течение месяца. Ой, все понятно. Ну, а дальше вот кисломолочное, все, о чем мы говорили, плюс отруби. Ему это крайне, крайне необходимо. И пусть он попьет немножко петрушку. Это, ну, поможет ему, так сказать, с точки зрения состояния сердечной мышцы. Все ясно. Все ясно. Все-все. Все понятно. Как много вы нам... Сколько много сказали. Все. Только посоветовали много. Спасибо. Ну, это... Дай Бог, чтобы помогло. Спасибо вам огромное. Ну, всего доброго. Всего доброго. Спасибо вам. Алло. Я слушаю следующее. Алло. 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 Вот я сказал, четыре фактора, которые решают наше здоровье. Если бы молодые люди учитывали эти четыре фактора, ну, по жизни просто, хотя бы лет с 30, с 35 хотя бы, то я так полагаю, что вот такого ситуации не возникало бы. Алло. Алло, я слушаю. Алло. Алло. Да. Алло. Она полегин. Да, да, я слушаю. Здравствуйте. Здрасте. Здрасте. Я звоню из Ангарска. Как вас зовут? Как вас зовут? Меня зовут Галина Михайловна. Галина Михайловна, будьте добры, отойдите от телевизора и разговаривайте со мной по телефону. Слушаю, Галина Михайловна, вы в Ангарске живёте, да, слушаю вас. Да, мне 75 лет. Я жила в деревне до этого, а в октябре переехала в город. Значит, Галина Михайловна, послушайте меня, пожалуйста, внимательно. Будьте добры, отойдите от телевизора, а то вы себя слушаете по телевизору, да, и мы теряем время. Разговаривайте со мной по телефону, отвернитесь от телевизора вообще. Хорошо. Да, вы жили в деревне, теперь живёте в городе, слушаю дальше. Да, я прошла обследование, так, и мне не хватало воздуха, я не мог воздух вдохнуть. Так. Сделали рентген лёгких, у меня это гневосклероз. Да. Так, сделали УЗИ брюшной полости. Галина Михайловна, не слушайте себя, не слушайте, мы теряем время, не слушайте себя, уйдите из комнаты, где телевизор. Да. Слушаю вас. Сделали УЗИ брюшной полости? Да. У меня перегиб желчина пузыря. Да. И диффузные изменения поджелудочной железы? Естественно, так. Так, УЗИ сердца, у меня хронической сердечной недостаточной? Да. УЗИ почек, там тоже киста у меня на правой почке. Да. И УЗИ щитовидной железы, узелки на правой стороне. Да, замечательно, так. Пожалуйста, помогите, как? А в чем надо помочь? Не, ну как начинать, я это, пропила солянку холмовую целый месяц, а больше не знаю, что делать. Пневмосклероз, да? Да, да. Солянку холмовую продолжать. Так. До трех месяцев. Хорошо. Добавить к солянке холмовой кору ивы. Хорошо. И вместе с корой ивы полтаблетки кардиомагнила. Аспирина. Ладно. Полтаблетки. Ага. Ага. Это первое, что вы должны сделать. Это первое. Во-вторых, сколько вы пьете воды? Так, воды я пью полтора литра. Без чая? Без чая, да. И без супа? Да, без супа получается. Да, да. Да, да, полтора литра в чистом виде. Итак, как вы питаетесь? В чистом виде, да. Как вы питаетесь? Я питаюсь, я люблю, я мясо ем, грудки куриные, так. Это, пожалуйста. И рыбу. Сколько раз в день? Я это мясо один раз в день. Сколько раз принимаете пищу? А в неделю три раза? Не в этом дело. Сколько раз в день вы принимаете пищу, любую? Пищу я принимаю пять раз. Хорошо. Значит, что утром вы кушаете? Я утром стараюсь творог кушать, как по-вашему, я слышала. Понятно, понятно. Так, хорошо. Так, значит, это есть кора ива. Вы добавили, пожалуйста, петрушку. Добавьте чай из петрушки. Хорошо. Между едой. Между едой, да? Да, между едой. Через час-полтора после еды. Хорошо. Два стакана. Это значит столовую ложку мелко нарезанной петрушки заварить, как чай, и выпивать. Хорошо. Два раза в день. Пожалуйста, и не надо этого делать на ночь, потому что у петрушки есть такой небольшой мочегонный эффект, и ночью будете вставать. И это ни к чему. Хорошо. Значит, последний раз петрушку советую вам принимать где-нибудь около 7 часов в 7-8 часов вечера. Вы же ложитесь, не будет, часов в 10. Ага. Так, значит, и с сердцем что у вас? Напомните. У меня давление нормально, бывает аритмия, то есть это пульс такой часто бывает. Тахикардия. Часто? Да, да, тахикардия. Часто возникает, вот аритмия возникает часто? Нет, не часто. Хорошо. Значит, петрушечка. И, пожалуйста, начнем вот с того, кора ивы, кардиомагнил, так, кора ивы. Я просто для себя сейчас пытаюсь как-то так вам, так сказать, настолько, насколько возможно помочь. Так, пожалуйста, через день горячее грудное обертывание. Давление нормальное? Давление мне нормальное? А что такое грудное обертывание? Значит, горячее грудное обертывание, что это такое? Это такая процедура, которую вы должны будете делать через день. 15 процедур. Значит, между процедурами, между процедурами, три раза в день принимать сорбент. Что такое сорбент, понятно? Ассорбент такой, активированный уголь? Можно активированный уголь в зависимости от того, в каком состоянии кишечник. Стул нормальный? Нормальный, очень хорошо. Можно активированный уголь. Только помните, активированный уголь может вызвать задержку стула. Мне кажется, может быть, имеет смысл вместо активированный уголь, использовать энтеросгель, например, потом смекту. Пожалуйста, вот можно использовать эти сорбенты. Хорошо. Значит, смотрите. Вот, скажем, если в понедельник вы проводите горячее грудное обертывание, да? Да. То на следующий день, три раза в день, вы должны принять сорбент. Хорошо. Сорбент всегда принимается через полтора часа после еды. А сколько раз в день? Три раза. Три раза в день. Значит, смотрите. Тут очень важно. Вот что сделать. Так, чтобы сорбент не попал на чай из петрушки. Скажем, вы после, между завтраком и следующей едой, вот в эти четыре часа, через два часа после завтрака принимаете сорбент. Да. Потом вы кушаете через два часа после сорбента. Хорошо. Покушали, через час принимаете, выпиваете стаканчик чая из петрушки. Хорошо. Следующая еда у вас, вы мне сказали, что вы едите пять раз в день, правильно? Да, да. Значит, вот после следующей еды... Я только фруктов мало кушаю. Ну, фрукты настолько, насколько возможно, всё-таки поднимайте. И овощи, и фрукты. Это важно. Ага. Значит, через полтора часа после следующей еды, то есть за петрушкой, поели, после петрушки поели, и вот здесь через час-полтора снова сорбент. Хорошо. Потом петрушечку выпили, уже потом, в следующий раз. А на ночь, прямо перед сном, сорбент. Хорошо. Понятно? Понятно. Значит, горячие грудные обертывания, как они делаются? Три пары... Записывайте. Три пары длинных полотенец. Насколько длинных? Насколько длинных? С тем, чтобы хватало вот так обернуть грудь, и чтобы один конец этих полотенец был под одной подмышкой, а второй под другой. Ага. Вот так, чтобы здесь вот тогда, когда вы обернули грудь, да, был двойной слой. Три пары, то есть всего шесть полотенец. Хорошо. Одна пара полотенец должна быть хлопчатобумажная, льняная, вафельная, гладкая, негладкая, неважно, но хлопчатобумажная. Ага. Две остальных пары полотенец должны быть махровыми. Хорошо. Потом вы взяли, вот, скажем, вы взяли полотенце, вот оно. Да, сложили вот так, положили друг на друга, пара полотенец, срестили и положили друг на друга, и свернули по осевой, вдоль. Понятно, чтобы получились вот так. Понятно. И после этого все эти три пары полотенца свернули в валики, вот так. Вот они у вас, эти три полотенца лежат, свернутые. Пока понятно всё? Пока понятно. Когда подошло время процедуры, лучше её делать вечером, не с утра, вечером. Часов около 7-8. Так, чтобы было время отдохнуть до сна. Как это делается? Это часа 2, наверное, да? А? Часа 2, да? Держать полотенце. Нет, нет, 20 минут всего держать. Вы же не поняли, что надо делать. Что вы спрашиваете? Я вам сказал, что лучше всего эту процедуру делать вечерком. Когда от забот домашних освободились, готовитесь к сну. Вот тогда. Перед тем, как начать делать эту процедуру, вы, во-первых, должны раздеться, да? Нет, должны приготовить воду. Тазик. Тазик с горячей водой. Градусов 70. Очень горячая. Градусов 70. И в этот тазик с водой, горячей водой, положить один из валиков, махровый. Хорошо. Прямо в воду положили, пусть он там греется. Ага. Сами, вы, скажите, раздели, сняли одежду. На постель постелили какую-нибудь клеёночку. Ну, с тем, чтобы не промочить постель. Ладно. А дальше вы поступаете так. Берёте первый валик, лопчатобумажный. Так. И обёртываете вокруг груди и закрепляете как-то. Угу. После этого надо вот достать тот валик, который стал горячим в воде. Да? Чуть-чуть отжать. Лучше это делать в перчатках, чтобы не обжечь-то. Ага. Отжать его чуть-чуть. И очень быстро развернуть поверх хлопчатобумажного сухого. Хорошо. И тут же поверх этого горячего мокрого развернуть сухой махровый. Поверх. Хорошо. У вас получается такой тройной слой. Сухое хлопчатобумажное, мокрое горячее полотенце. И снова сухое, да? Махровое. Да-да. Ага. Под одеяло. Хорошо-хорошо укрыться. Тепло. Причём там действительно очень тепло укрыться. И лежать 20 минут. Хорошо. Через 20 минут всё из себя снять. Так. И спокойно полежать в постели. Столько, сколько надо. Полежать, просто отдохнуть. Угу, хорошо. Понятно? Вот это процедура, которая называется горячим грудным обёртыванием. Угу. Значит, для того, чтобы отхаркивание было, Угу. Лучше всего использовать нашу травку, которая называется алтей. Хорошо. В аптеках продаётся препарат, который называется мукалтин. Хорошо. Это алтей. Угу. Значит, вот на всё время, пока вы будете делать горячие грудные обёртывания, их 15 процедур через день, это месяц. Да. Значит, вы должны будете три раза в день принимать алтей. Мукалтин. Хорошо, да. Понятно? Понятно. Значит, начинать горячие грудные обёртывания длится процедура 20 минут, запомните. Записала я. Хорошо, значит, прежде чем вы начнёте цикл этих процедур горячих грудных обёртываний, вы должны неделю пропить кору ивоща, солянку холмовую и петрушку. Угу. Хорошо. Понятно? Понятно. Значит, день у вас горячие грудные обёртывания, на следующий день три раза сорбент. Угу. Хорошо. Потом снова горячие грудные обёртывания и снова три раза сорбент. Понятно? Понятно, ага. А на поле кеме, это кору и ивы три месяца пить? Нет, кору ивы, пожалуйста, пока вы делаете горячие грудные обёртывания. А, хорошо. Понятно? Солянку холмовую три месяца. Три месяца. Анатолий Фимович, мне братец говорил, я обратилась, что у меня узелки щитые. Она говорит, скипидарной ванной мне нельзя. Разве нельзя мне скипидарной ванной? Скипидарной ванной, пожалуйста, пока не надо. Хорошо. Понимаете, ваш доктор права по одной простой причине. Вообще к докторам надо прислушиваться. Понимаете? Потому что они ведь не желают нам добра, а не плохого. Вот что. А то мы как-то так стали относиться не очень понятно. Дело не в этом. Понимаете, доктор права, потому что она опасается, что может произойти, ну, некоторые перерождения клеточек, которые есть в этих узелках. Понятно? Она защищает вас. Горячее обертывание можно, правильно? Горячее обертывание вы можете делать. Спасибо вам большое, Анатолий Фимович. Да не за что. Спасибо. Ну, всего доброго, до свидания. До свидания, ага. Ну так, друзья мои, у нас с вами остается немножко времени. Я снова напоминаю вам, что есть только четыре позиции, которые мы должны с вами точно, совершенно соблюдать. Это три гипо плюс синдром густой крови. Это гипоксия, то есть тогда, когда у нас нет достаточной кислорода крови. И вот таким относительным показателем того, что вы находитесь в довольно тяжелой гипоксической форме, это повышение уровня билирубина. Правда, это относительно, я подчеркиваю, относительные показатели. Второе. Гипоэнергизм. Это вот тоже, о чем сегодня и Валентина Николаевна, и, так сказать, Галина Михайловна говорили о том, что утром, когда встают, никак не может прийти в себя. Нет энергии, нет энергии. То есть ваши таблетки, ваши клетки, клеточки тела и ваши органы не получают достаточного количества энергии. Гипотрофия. То есть тогда, когда ваши клетки и ваши ткани, и ваши органы не получают достаточного количества питания, почему я сегодня и начинал все время говорить о питании, получают для собственного развития, для реабилитации, для омоложения, что называется. Вот, грубо говоря, так. Это вот три гипосоставляющих. Густая кровь. Густая кровь. Синдром густой крови. И один гипер, это гиперэндотоксикация, от которой мы должны с вами избавляться. Вот это мы сегодня и делали с Валентиной Николаевной и с Галиной Михайловной. Ну, а сейчас всего доброго. До свидания. До встречи через неделю. Редактор субтитров А.Егорова